Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. Сегодня 6 мая, и я буду сажать в открытый грунт капусту. Капусту Парел, цветную какую-то, Каспар, по-моему, что ли. Сейчас посмотрю получше. И вон там у меня чача пекинская. Вся капуста, конечно, уже подошла, большая, на улице потеплила. Но я поставлю на них банки, и вам всё покажу. Вот такую капусту брокколи буду сажать, Каспер цветную, РСФ1 и чача. Чача такая вот шикарная получилась, прямо огромная. Попробую. Ну, 23-24 я сеяла её на рассаду, но у меня ещё капуста Парел, которую сеяла 18 марта. Она ранняя, и я хочу её уже в июне кушать. Ну, по крайней мере, мечтаю. Конечно, я буду ещё сажать капусту Мегатон для засолки. Ну, это чуть позже. Я думаю, что она ещё, ну, не укрепилась как следует. Я буквально её вчера распикировала. Ну, помощник опять со мной. Он теперь будет всё время мне помогать на протяжении всего мая месяца. Я хочу вам показать, какие луночки мы придумали. Ну, не мы. Витя, конечно, мой придумал. Вот такую штуку сварил, и вот так он делает ямки. Прекрасно получается. Я стаканчик потом туда перевалю. Что-то не вынимается. А потому что земля сухая, Витя. Потому что земля сухая очень. Вытащится. Ну, ладно. Вот, представляете, какая хорошая глубокая ямка. Переваливай только капусту, и всё. И вот так вот я в ряд посажу. Ну, на эту грядочку шесть посажу капусту. Мне кажется, я даже и редковато сделала. Ну, пусть. Пусть будет так. Мне кажется, сильно часто тоже плохо. Во-первых, я эту капусту ни разу не сажала. Чачу, брокколи. Я даже не знаю, какой она вырастет. Пусть будет немножко пореже. Это ещё никому не повредило. А вот густота-то повреждает. Вот так. Вот, представляете, как здорово. Ну, суховатая земля. Если бы она была немножко влажная, она бы вынималась-то хорошо. О, нормально. Друзья, в луночку положила кальциевые селитры по чайной ложечке. Конечно, чайной ложечкой я не мерила, как всегда. Но примерно же знаю, сколько будет в чайной ложечке. Вот так я брала, сыпала из этой бутылки на ладошку. Кстати, вот так удобно очень хранить удобрения в бутылке. Только потом убирать в тёмное место, не на прямых солнечных лучах. Вообще, в общем, от света подальше убирать. Вот так положила. Сейчас всё перевалю. Кстати, немножечко присыплю землёй. Сейчас я даже вам покажу, как я присыплю землю. Вот так вот беру и немножко туда насыпала. Беру и немножко туда насыпала. Вот такая корневая у чачи, у пекинской капусты. Она очень быстро растёт. Очень. Вот так я освободила её от стаканчика. Так, у меня здесь ещё меточка. Уберём. Уберём, потом рядом поставим. И вот опускаем. Так вот сильно высоко. Большие уж он мне луночки навертел. Большие примерили. Ещё большие. И вот так поставили. Ну, вот так вот будет впору. Полью водичкой. Платоша, не лезь. Ага. Полью водичкой с фитоспоринчиком. Закопаю. Полью сверху. И всё будет хорошо. А возможно, потом сверху поливать не буду, а просто земелькой замульчирую. Так будет лучше. Корневая тоже у брокколи. Очень мощная. А вот у цветной капусты уже поменьше корневая. Поменьше опутан земляной ком. Вот. Ну, тоже нормальная корневая. Хорошенько пролила свою капусту. Вот здесь принесла новую лопаточку. Думала, ей буду копать. Но, видите, у меня придумал лучше, чем даже эта лопаточка. Вот так, друзья. Капуста наша готова. Закрыла её банками пятилитровыми. Почему я закрываю банками? Скажете, ведь уже тепло и капусте не страшно. Заморозки. Ну, да, конечно. Но, понимаете, когда она привыкла сидеть в рассаднике в каком-то укрытии и вынести её сразу на ветерок, и ей будет это некомфортно. Вот так пробочки все открываю. Держу открытыми днём. Вечером на ночь закрываю. Да ещё и у нас обещают холодные ночи. Да минус одного ещё. Бутылочки эти будут им просто на руку. С такой погодой. Понимаете? А ещё, если будут даже когда-то большие заморозки, у нас до четырёх минус было. И вот в этих бутылках она просто чуть-чуть, листочки побелели, но она сохранилась, хотя у других помёрзла. И ещё она может сохраниться каким образом? Да легко на эти бутылки набросить любые тряпки. Тряпья хватает у всех. И тогда уж она точно сохранится даже в заморозке. Одеваю всё время такие бутылки и снимаю, когда она уж там вообще станет такая взрослая. Открываю и всё прекрасно. Про кальциевую селитру ещё хочу сказать. Давным-давно прочитала, что именно в лунку, когда высаживаем капусту, нужно ложить чайную ложечку кальциевой селитры. Ни в коем случае не по листу, никакими удобрениями не надо её поливать. А вот кальциевая селитра на начальном этапе для неё очень хорошо. Ну, я, знаете, сажаю капусту, вот так делаю, и у меня всегда капуста хорошая. Но опять же, я свою капусту всегда и рано сею и высаживаю. Она уже такая взрослая, поэтому, может быть, она и хорошая. Вот так, друзья. До свидания, мои хорошие. Оставайтесь на канале. Ну, кто не подписался, срочно подписываемся и ставим лайки. Вот так вы поддержите мой канал. Пока-пока. С вами была я, Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok